В этом рецепте нам удается поймать сразу нескольких зайцев. Это и защита наших растений, и питание для наших молодых росточков. Сегодня прошел месяц со времени посадки семян в землю. Вот уже какие большие росточки. Рассады, как видите, у меня совсем немного. И, кроме того, не имею времени для перестанок пикировок, поэтому сразу же посадила в большие емкости полулитровые. И очень надеюсь на то, что и места для развития, и питания будет достаточно моим растениям до самой высадки на постоянное место. Стоят они у меня на окне, я их ничем не досвечиваю. И хотя некоторые растения, видно, что наклонены в сторону света, все же они не выглядят истощенными, не выглядят вытянувшимися. Довольно-таки коренастые, хорошо развитые. Поэтому пока ничего менять не буду. Думаю, что всего им хватает. Также решила посадить некоторые растения по два сразу в одну луночку. Очень тоже хвалят этот вариант посадки, потому что перчики очень любят тесную посадку. Так они лучше опыляются. Но вот вижу, что хотя здесь один и тот же сорт, развиваются они совершенно по-разному. Один уже такой крепкий, хороший, большой, второй совсем маленький. Возможно, это из-за конкуренции они себя так чувствуют. Но не знаю, пока оставлю так. Если же разница между ними будет очень большая, то может быть этот вот маленький перчик. Или рассажу, или же просто придется его удалить. Кстати, если кто-то сажал уже подобным способом, во два растения в одну луночку, отпишитесь, пожалуйста, насколько вам понравился такой способ посадки. Насколько он оправдан. Сорт называется маркони. Это маркони красный. Маркони оранжевый, вот рядышком. И развиваются, и выглядят они совсем иначе. Семена я покупала у коллекционера. Семена не дешевые. И то, что я их посадила сразу в большие стаканчики, тоже одна из причин. Потому что хочется, чтобы растение сразу получало достаточно питания. Вот, посмотрим, как они будут дальше развиваться. Семена я обрабатывала водки. Об этом в прошлом видео говорила. Очень хорошие результаты это дало. И перчики, и баклажаны проклюнулись все. То есть, стопроцентная схожесть. Это объясняется тем, что водка растворяет эфирную оболочку на поверхности семени. Поэтому семена лучше прорастают. Кроме того, водка обеззараживает семена. И также создает небольшой стресс для растений. Это своеобразная для них закалка. Сегодня я обещала рассказать о средстве от черной ножки. И также это средство параллельно помогает от мошек, которые иногда заводятся неизвестно откуда, и поселяются в грунте. И так как это не безобидно для наших растений, потому что личинки питаются корешками растений, повреждают их. Растение вынуждено каждый раз отращивать заново поврежденные участки корешков. Это тормозит развитие наших перчиков, баклажанов и других культур. Поэтому лучше сделать такую процедуру. Она заключается в том, чтобы присыпать поверхность почвы песком с добавлением золы. Вот как у меня здесь. Небольшой процент золы у меня. Универсальное такое средство. Но в то же самое время я стараюсь не поливать на сам стебелек. То есть, чтобы водичка желательно не попадала. Но это мои меры предосторожности. Хотя, так как песок быстро пропускает сквозь семя влагу, то поверхность остается достаточно сухой и не дает развиваться черные ножки. Потому что черная ножка – это грибковое заболевание. Грибок развивается там, где сыро. Грунт не стало досыпать до самого верха. На случай, если весна затянется и перчики долго будут развиваться в этой емкости и начнут наращивать дополнительные корешки на своем стволике. Потому что это у нас тоже посленовая. И как и томаты, они могут наращивать воздушные дополнительные корешки. Для того, чтобы сдержать рост растения, можно присыпать грунтом эти корешки. Растение свободно начнет наращивать в этот грунт свои новые корни. И это несколько задержит рост растения. И в то же самое время будет наращиваться мощная корневая система. Чтобы защитить наше растение, берем песок. Желательно его прокалить, для того, чтобы не было потом каких-то неожиданностей, насекомых непрошенных. Также берем залу и емкость, где все это смешаем. Я беру 5 ложек песка. Отмеряю. И сюда же добавляю пару ложек золы. Все тщательно перемешиваем. И теперь наше средство готово. Знаю, что некоторые, используя подобный метод, исходят из расчета 1 к 1. Песок к золе. Но так как зола, это очень сильная щелочь, а растение наше еще слишком нежное, и поэтому я боюсь, что можно обжечь стебельки растения, поэтому добавляю именно вот в такой пропорции. Теперь присыпаем наши росточки небольшим слоем, примерно полсантиметра. И теперь они будут защищены от различного рода непрошенных гостей. Кроме того, зола – это отличное калиевое удобрение для наших растений. Поэтому в этом рецепте нам удается сразу нескольких зайцев поймать. Это и защита, и питание. Замечательная подкормка для наших молодых саженцев. Ну вот и все на сегодня. Рассказала я вам о том, как защитить свои растения от заболевания черной ножкой, от мошек, которые также могут повреждать корешки растений, и тогда на хорошее урожай нельзя будет рассчитывать. Обязательно воспользуйтесь этим простым, доступным и очень эффективным средством. Подписывайтесь на новые видео. Всем хорошего урожая. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok